Здравствуйте, уважаемые друзья! На одном из каналов я вязал вот такую привлекательную приманку, как собирательный образ стрекозы. У моих товарищей и друзей, которые вязали эту мушку, возник ряд вопросов, которые я бы хотел осветить в изготовлении повторно этой мушки, но с некоторыми изменениями. В частности, возникали вопросы о креплении крыла. Для начинающих вязальщиков составляет небольшую сложность. Поэтому для того, чтобы упростить, я свяжу вам упрощенный вариант вот такой мушки. Я подготовил иглу обыкновенную, для шитья. И теперь отрезал еще вот такую полосочку белой пенки, слегка ее подкрасил, чтобы потом руки не портить. И начинаем вязать. Для вязания я беру нить, которая мне очень нравится. Она довольно-таки хорошо играет в воде. И для нашей мушки будет еще дополнительное, как бы, привлечение. Накалываю. Стараюсь посередочке, чтобы вышло. И здесь же, прихватив мою нить, я начинаю делать первый шарик. Пару-тройку оборотов будет достаточно. И, как обычно, уводим нить вниз. Здесь сделаем пару оборотов. Подведем нашу нить к следующему валику, который мы будем крепить. Парочку оборотов. И повторяем операцию до тех пор, пока не сформируем наше тело. Продолжение следует... Вот так дошли до последнего. Делаем завершающий узел. И отрезаем нашу нить. Первая часть мушки у нас уже готова. Снимаем с иглы. Посмотрели, насколько ровно тело. Как вы видите, ниточка, как я и говорил, дает небольшую лохматость и блеск. Убираем иглу. И для вязания я использую крючок вот такой формы. Если вам не попадется такой крючок, его очень легко можно подогнуть самому. Для вязания я буду использовать обыкновенную нить. Немножечко капнем клея для того, чтобы в дальнейшем более плотно держалась вся наша конструкция. На легкость и плавучесть нашей мушки это никак не повлияет. Промотаем и остановимся у загиба. Вот здесь где-то, да, до начала загиба. И теперь я возьму совсем немножечко щепоточку синтетического или желтого или оранжевого вот такого даббинга. Для того, чтобы придать более симпатичную форму лапкам, которые мы будем привязывать. То есть создадим одним словом шарик, который сможет развести красиво наши лапки. Ну, я возьму немножечко оранжевого. И в одной точке начинаем создавать вот так шарик уплотнения. Вот этого будет достаточно. Оставляем здесь из пера охотничьего фазана я связал лапки. Вот такой формы, если вам будет видно. Количество лапок не столь существенно, но очень важно их величина и длина крепления. Если мы лапки будем привязывать слишком близко к нашему ёршику, к телу последующему, наша мушка будет всегда опрокидываться на ёршик. Поэтому, чем наши лапки будут длиннее, тем более качественно она у нас будет держаться на воде. Не прокручиваться, не переворачиваться. Известный английский вязальщик Дэвид Макфайл, аналогичную мушку, чем-то похожую на эту, вязал с использованием меха оленя, косули вместо лапок. Закрепили наши лапки и остаток мы отрезаем, не доходя до колечка. Вот так ровненько промажем немножко клеем и слегка прихватим. Стараемся как можно меньше делать здесь витков, для того, чтобы мушку нашу не утяжелять. Промазали клеем. Буквально вот так подхватим к цевью, но хорошо и сильно не проматываем. Так как следующий элемент, который мы будем крепить, мы сможем хорошо потом промотать. И теперь мы берем наш хвостик красивый. Померили. Все нам здесь устраивает. И в точке, где мы сделали завершающий узел, в одной точке, мы начинаем крепить наш хвостик. Следим за тем, чтобы он у нас красиво разместился на цевье. И теперь до колечка прихватываем ту нить, которая участвовала в изготовлении тела. Отрезали остатки. В месте крепления хвостика я закреплю сейчас перо. Перо я буду использовать вот такое гризли. Я подберу величину бородок. Где-то вот так. И закреплю сразу перышко. Крылышки я сейчас не креплю. Закрепили. Промотали, подровняли наше тело. И теперь для того, чтобы мне более качественно создать дальше мушку, мне необходимо сформировать здесь грудку. Грудочку я буду изготавливать из вот такого блестящего даббинга. Возьму, наверное, слегка вот такой цвета шартрез лимонного. И, наверное, добавлю немножечко белого. Совсем чуть-чуть. Промажем нить клеем, чтобы хорошо закрепилось. Подхватываем. И формируем нашу грудку. В районе, где закреплено наше тело, должно быть несколько толще наша грудочка. Вот так. А ближе к колечку мы будем добавлять меньше даббинга. Ну, вот как раз нам столько и хватило. И здесь сколько будет мне позволять мое перо, делаю возле крепления один полный оборот. Под крылышками. И дальше с ровным шагом, сколько будет позволять длина моего пера. Это уже не столь критично. Выполняем обороты. Доходим до колечка. Делаем, крепим перо и отрезаем. Уводим все бородочки. Подхватили. Теперь, следующий этап, я беру, слегка увлажняю пальцы и развожу все бородочки перьев, которые у меня находятся сверху, в сторону. Развел. Подкрашу немножечко свою нить. Черный цвет. И беру, накрываю вот так грудочку, слегка натягивая наш чехольчик. Предварительно я его подрезал, задал ему соответствующую толщину, для того, чтобы мне было удобно работать. Обычно в таком варианте я и останавливаю, переворачиваю, делаю завершающий узел и все остальное. Но хочу сейчас немножко приукрасить нашу мушку. Я подготовил вот такие глазки, которые изготавливаются из лески. И здесь я их парочкой оборотов, буквально для того, чтобы они у меня нашли свое место, уложу. Уберем перо, которое попадает под нитку. И теперь для того, чтобы не делать много оборотов, не утяжелять нашу головку, я наношу на место, где будут расположены мои глазки, клей. И переламываю. До остаток пенки, закрываю глазки. И в этом месте делаю завершающий узел. И у нас с вами сформировалась красивая головка с глазками. В этом варианте, как я изготовил мушку, можно использовать крылышки, изготавливать как из пенопропилена, использовать любое другое волокно, антрон. Как вам заблагорассудится. Но, я обычно всегда стараюсь использовать остатки, допустим, перьев, которые у меня имеются. Я подготовил для себя остатки перьев. Они немножечко, ну, будем говорить так, не совсем подходят для живого насекомого, но для наглядности очень хорошо послужат нам. И теперь, для того, чтобы не возникало у нас вопросов в самом креплении, допустим, крылышек, я покажу один из вариантов, который очень прост, без всяких иголок и всего остального. Но для этого нам понадобится или очень тоненький нож, или, как в моем случае, я буду использовать определенной ширины скальпель. Я беру скальпель и со стороны, где у меня будут крепиться крылышки, делаю небольшой надрез с одной стороны и с другой стороны. Так, чтобы через палец мой надрез встретился с одной и с другой стороны. Вот так. Он не повлияет на качество нашей рыбалки, так как мы все равно будем использовать клей. Но для закрепления разных крылышек, которые вы для себя подберете, вот как в моем случае, абсолютно два разных по длине и по величине крыла. Но самое главное для изготовления желательно использовать так, чтобы у нас вот загиб, как я вам показываю, был направлен в одну сторону. Поэтому левое, правое крыло желательно, чтобы было у нас разграничено. И теперь, если у нас не получается через наш прорез протянуть, вот как сейчас у меня это, перо, я просто беру обыкновенный нитевдеватель. Но уже у меня подготовлена плоскость, чем для меня хорошо. Как вы видите, вот она у меня достаточно широкая, для того, чтобы я мог завести свое перо. Захватили совсем немножечко вот так вот краешек. Подтянули его немножко. Как видите, оно находится вот в таком положении. Мы теперь можем спокойно с вами его разворачивать так, как нам нужно, используя угол. И наше крыло никуда не заваливается. Как вы видите, оно находится в одной плоскости. Очень копирует ту стрекозу, которая имеется в природе. И вставляем другое перо. Я установил второе перышко. И теперь, для того, чтобы мне более удачно и более качественно, я их только лишь сейчас подравниваю, подтягиваю. И на место крепления я добавляю капельку клея. Как вы видите, клей наш прихватился. И наша стрекоза готова к работе. Сложностей в установке крылышек так значительно меньше. Можно использовать и продевать с помощью нити вдевателя. Пробуйте, как вам будет удобно. Но так мы устанавливаем в одной плоскости. И крылышко у нас что одно, что второе не надо центрировать. Подтянули, только лишь выровняли их длину. Поравняли с длиной хвостика, чтобы она равнялась. И наша вот такая вот странная с крылышками стрекоза готова. Благодарю за внимание. До скорых встреч.